здравствуйте я от надежды ивановны она сказала что вы хотели со мной поговорить насчет митинга ну да я болею болею митинг был в каникулы ну да в каникулы я не болел это факт ну скажи как говорится ну садись иди проходим вы собакуете и какие же лозунги у вас ну вы наверно видели фотография в интернете я не смотрю я не смотрю я там не интересую совершенно ничего в интернете потому что все здесь в интернете там ложь а вот здесь вот правда интернет это информационная площадка у нас сейчас информационный век я стоял с плакатом я я стоял с плакатом где нарисован дмитрий медведев и написано не украла подарили такой сарказм сарказм да насчет расследования того где он наворовал минимум 70 миллиардов а что же он сделал расследование есть в интернете кто расследовал навальный а кто он такой оппозиционер что милиционер он оппозиционер вот видишь вот я смотрю такую ну видишь удостоверение ну МВД да министерство такой внутренний дел Российской Федерации ну вот все да так вот оппозиционер вот я тебя объявлю оппозиционером ну объявляйся ты объявляешься оппозиционером и скажешь вот такое то значит наворовал доказательства Навальный приводит какие ну почему этого медведева тогда не берут значит так он в правительстве он же контракт какие доказательства приводят это доказательства куда он приводит он выкладывал интернет да да он выложил в общий доступ в общий доступ в этом доступе знаешь там сколько всего болтается да 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 вот раньше нас писали на стенах туалета сейчас слава Богу перестали писать на стенах туалета я очень доволен я тоже очень доволен значит было такое время что на стенах туалета что-то не писали нельзя было дойти писали на заборах раньше или все заборы были списаны писали на стенах и так далее сейчас слава тебе Господи вот даже в Суздале у деревянных церквей там значит где вот там такую табличку деревянную, доску, уважаемую, пишите вот на доске, вырезайте. Только не трогайте стены этих самых храмов деревянных. А сейчас стали писать? Где стали писать сейчас? В интернете стали писать. В интернете, да. В интернете стали писать. Кому что угодно, тот и пишет. В интернете можно писать всё, что угодно, этим он и хорош. Любые свои мысли можно выразить в интернете. Но мы сегодня шизофренические эти мысли. Больные. Ну а чё ж поделать? Не нравятся вам чьи-то мысли? Не читайте их. Очень интересно, да. Ну давайте дальше поедем. Можно любые мысли. Я, значит, не отрицаю всякого дураку, говорите, что ему в голову придёт, он может там всё это изложить. Согласен. Ну да. Да, согласен. Поэтому интернет вызывает и большой помойкой. Согласен с этим? Ну а почему бы нет? Помойка большая, значит. Ну и что? Всякие там могут писать. Дальше идём. Вот, значит, Навальному вздумалось это, значит, свои мысли там изложить. Находку свою изложить. Находку изложить. Там яшки, там земли, там виноградники, дворцы и так далее и тому подобное, да? Хорошо. А почему он не может изложить, например, про того, как он Дерипаску, там есть миллионер. Ну, он излагал про других, про Пескова излагал, про его часы. Да, да, да. А почему он не излагает про, например, про… Он, например, принадлежит к либеральному крылу. Навальный такой. Ну да. А почему он про своих там, значит, не излагает? Тех, кого они в 90-е годы, значит, растащили. Ведь страна… Назывался… Общенародная собственность растащили эту собственность. И теперь сделали частное. И миллиардеры у нас тоже появились в одночасье. Я бы назови хоть одну страну мира, где миллиардеры, значит, возникли в результате воровства, а не ради своего ума, таланта и труда. Россия Дмитрий Медведев. Причем Медведев. А я тебе скажу, там, это самый… Абрамович, там, значит, Дерипаска, там, Мордашов, там, Потанин, Усманов, там… Сколько я могу сейчас пальцев… Песков. А, ну, Песков, это когда перестань. У Пескова там всего-то, может быть, там, ну, несколько сотен тысяч… Ну, сколько бы он не украл, он украл их. Ну, кто сказал, кто украл бы их? Ну, свои часы он бы со своим десятилетним гонораром… У меня вот часы, смотри, какие же часы. Ну… Какие часы? Я не разбираюсь в часах. Швейцарские часы, хорошие часы в Швейцарии. А, да. Что скажут, я украл что ли? Я… Вот в этом я не знаю. Ты не купил, знаете, где их купил часы? Где? В Швейцарии, в Люцернии, там, где часы производят. Дальше что? Ты знаешь, как стоят часы? Сколько стоят часы? Так бешено бывает денег стоят часы. У меня, конечно, не забешивают все, но я просто могу себе позволить. Вот, тем не менее, я стремлюсь, значит, купить эти часы, то, что были хорошие часы. Вот они у меня уже сколько лет, уже, слава Богу, идут, секунду, секунду. Дело в Швейцарии, ну и что часы? Ну и… А у Навального часы не те, что ли? Не те часы у Навального. Да ладно, в Швейцарии. Да ладно. Что часы у Навального? Ты что говоришь, Навального президента, что ли? А, ну, до этого еще далеко, даже если… Далеко? А ты представляешь, что если президент будет Навального, что в Станец учиться? А, Навальный же, он американец, точно. Так, американец. Почему? Ну, он учился в Америке. Ну, естественно, он один. Ну, это как дураку понятно. У нас страну развалили то, значит… Я могу эту пальцу загибать? Кто страну развалил? Великую империю, да? Первым пальцем будет Путин, вторым – Медведев. Это перестали. Там Ельцин начинается. Сначала Горбачев, вторая Яковлев, Шеварнадзе, потом Ельцин, потом Гайдар, вот мы пошли либералы, Чубайс, Гайдар. А Чубайс, ну что, бедный, что ли? Либералка наша, как приватизатор главный. Нищий, боссый, худой. Ну, так митинг-то был против коррупции. А кто породил коррупцию? Кто породил коррупцию? Да кто растащил страну у нас, разворовал. Да не породили коррупцию? Так на митинг выходили просто обычные люди. Они, что ли? Какие обычные люди? Какие обычные люди? Вы больные люди. Мне вот друг рассказал первым делом, вы у него спросили, вам что, на самом деле заплатили? Это, ну, просто смешной вопрос. Заплатили организаторам, а не тебе. Тебе глупо, но ты тебя используешь, значит, в твоих интересах. А заплатили те, которые, значит, там организовались. Ну, вот смотрите, в расследовании Навального были приведены доказательства, а вы сейчас пустословите. Да перестань, ну, милый мой. Ты меня, значит, ученик девятого класса. И мне, фу, я пустословлю, что ли? Ну, доказательства того, что организаторам заплатили. У тебя доказательства? Я не помню. Ладно, ладно, хорошо. Украину смотришь. Что в Украине творится? Подождите, я не помню, кто говорил, но цитата такая. Невероятное утверждение требует невероятных доказательств. Я прошу их. Рад уж вы, ну. Так я у тебя доказательства требую. Ты, кроме того, что Навальный сказал, может, никаких доказательств не предъявляешь. Так в расследовании. И дай доказательства. Вы говорили, что знаете про виноградинки. Он, кто он такой? Он оппозиционер. Он кто? Он следователь? Он кто такой? Кто он такой? Ну а что? И что за профессия оппозиционера? Расследовать может быть? Не нравится ему? Мне тоже не нравится. Дальше что? Мне тоже не нравится, я тебе прямо говорю. Меня тоже не все устраивает. Я тоже тебе скажу, что у нас коррупция бешеная. Я тоже тебе это скажу. И вот с ней надо бороться. Почему вы на митинг не вышли? Я на митинг? Да. А почему я должен на митинг? Я что, больной такой на голову? В смысле? Почему больной? А почему я должен на митинг? Ты должен митинг, мы боремся. Историю читаешь, знаешь историю? Ну, немного. Немного? Вот надо много знать. Ну... Ты вот возьми, значит, митинг первый, начиная с декабрьского восстания, декабристка, в каком году он был, знаешь? Не уверен. Не уверен. В 2825 году. По поводу чего тоже не знаешь, да? Да. Лозунги тоже, наверное, не знаешь. Наши школи собирались делать. Что собирались? Они собрались уничтожить физически всю царскую семью. Значит, Николай первый что сделал? Они вышли на 17-ю площадь, что сделал? Ну, я думаю, раз люди хотели убрать царскую семью, значит, эта царская семья им очень не угодила. Не угодила? Какие люди? Ну, которые выходили на этот самый митинг. Ну, ну чё, я просто не знаю. У тебя папа есть? Мама есть? Есть. Есть. Они с тобой сейчас тут беседуют эту тему? Беседую. Беседую. Да, никто тебе говорит. Они вообще хотят монархию вернуть. О! Да, сумасшедшие люди. Почему сумасшедшие? Монархию возвращать? Я тоже хочу. И все нормальные люди хотят. Зачем? Зачем возвращать монархию? Зачем возвращать? Кого будем делать? Чтобы всех Навальных этих, значит, поставить на место. Кого будем делать царём? Путина? А вот это вопрос другой. А вот это другой вопрос. И ты тоже не знаешь, как монархия в России появилась. Знаешь, в каком году возникла монархия? Не важно, когда она возникла. Как не важно? Почему это не важно? В разных учебниках истории пишут по-разному. Почему? История... Везде 1613 год. Ты чего, молодой человек? История, она плавает как хочет. Кто первым царём был? Знаешь? Это не важно. Почему? У тебя всё не важно. Навальный важно, но вся история не важна. Важно будущее. Кого будем делать царём? Это просто мне кажется не совсем нормально, ей-богу. Я просто, знаешь, разговаривал с тобой и не могу тебя понять. Ты какой-то демагог, понимаешь? В смысле? Ты какой-то демагог. Для тебя Навальный это икона. Нет. В нём молишься. Совершенно. Он самый последний, значит, так сказать. Да, он продвинутый. Он способный, да? У меня у самого есть много вопросов к Навальному. Есть много вопросов. Ну, задай ему тогда в сетях вопрос. Ну, пока не выдавалось возможности, к сожалению. Ну, давай тебе... Так будет уж просто. Вот, значит, Украина. Ты всё говоришь, значит, Навальный, он бессеребренный, он мискрененен, такой, значит, хороший. Таких не бывает. Во-первых, людей, которые действуют только и за побуждение, и благо народного, таких не бывает. Может, и единственный экземпляр, который может потом, знаете, себя так сказать представлять. Я только за идеи. Таких нет. Во-первых. Во-вторых, значит, вот такие появились на Украине, в Киеве, значит. Янукович был. Коррупционер жуткий. Ну и... Да? Допустим. Допустим, да. Значит, допустим, там организовали перевалок. Допустим. 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 Значит, к природу пришли, скажем так, значит, не самые лучшие люди. А почему не самые лучшие? А почему это самые лучшие? Я не говорю, что самые лучшие. Потому что пришли преступники к этому самому классу. Ну, например, этот самый Порошенко, он миллиардер. Вот. А могут прийти и хорошие люди. Могут прийти. А с какого возьмутся? Потому что не возьмутся ниоткуда хорошие люди-то. И что теперь? Оставить плохих? И что теперь в Украине творится, знаете? Да, при чем тут Украина? Мы живем в России. Это то же самое. В России еще больше страны, еще страшнее все будет. Украина потеряла Крым, потеряла она его? Ну да, Россия его оккупировала. Почему она оккупировала? Ты знаешь историю Крыма? Когда украину оказалась? Он когда-то принадлежал России. Почему когда-то? До какого года? До распада Советского Союза, по-моему. Ты глупый оказывается. Ты вообще ничего не знаешь. Тебе развивать не интересно. Да это не важно. Ты глупый демагог. Ты понял что? Ты глупый демагог. Да, я глупый демагог. Глупый демагог, да? А у школы крыша разваливается. Тараканы ползают. И свет не везде работает. Да я знаю, есть проблемы, да. Ну и что? А вы тут людей за митинги с уроков снимаете. И что это такое? Занимались бы школой, они... Ты кто такой? Ты что, меня хочешь поучить, что ли? Я знаю, что крыша протекает. Она когда стала протекать, крыша-то? Когда она стала протекать? Когда она стала протекать? Ты видел или не видел? Видел. Видел? Когда стала протекать? Давно. Когда давно? Довольно давно уже течет. Какое довольно давно? Ты что, ересь-то несешь? Она протекла вот в таком виде. В этом году только. Ну да, в этом году. В этом году. И что, там сразу тебе крыша, что ли, появится новая? Старик Хаттабыч палочки там поведет. Ну там ничего не происходит сейчас. А я что, должен тебе докладывать? Происходит там и не происходит. Ну я вижу. А что ты видишь? Там глупый ты, понимаешь, ты глупый. Конечно глупый. Конечно ты глупый. Ты глупый, крыша не течет. Тараканы не травятся. Свет не работает. А вы меня вызываете за то, что я ходил на митинг законов. Знаешь, просто, извини меня, да? Ты меня это сам не говори, это галиматию вот эту самую. Вот. Я уже работаю директором школы сорок лет. И знаю все проблемы образования. А ты живешь в этой стране и знаешь, что просто так ничего не появляется. Просто так не появляется. У тебя там и тараканы бегут, начитался дерьма в этих социальных сетях. Нет, я видел его. Да. Где ты его видел? Я видел тараканов. В... Ну... И я тоже видел не один раз. А где они бегают? Они в ваших домах кто не бегают? В истории один их просто навалом. Они не раз проползали у учителя на столе, который прыгивал и кричал. У... У меня. Я что, тебе должен показать все, значит, эти самые протоколы, когда морить тараканов и сколько нужно как раз морить? Нет, я просто... Потому что вы ходите, из-за меня жрете здесь, мусорите в классах. Я не... Тараканы, значит, здесь уводятся. Ну... И школа перенасыщена. В два раза. Соответственно, снова... Вопросы к правительству, а не ко мне. Я-то что? Я, что ли, школу набила? Нет? Слушай, я, значит, сейчас скажу так. Я работаю уже в школе почти полвека. Почти полвека. Так, без малого. Без трех лет. Ну... Я был классно-руководителем. Директом у меня одной школы. Это не первая школа, которая директом. Да, это еще было. Пара школ там, заведу отделом образования. И знаю я учеников, детей, служил детей. Я тебе сказал прямо откровенно, что ты такой экземпляр, которого вообще-то в школе раньше не встречал, честно говоря. Это меня радует. Радует, да? Да ты еще по жизни, по жизни пойдешь по жизни. Вот когда ты будешь жить, когда тебе раз полву дадут, два дадут, три дадут, потом еще... А почему мне кто-то должен полву давать? А вот давай мы с тобой встретимся лет, положим, так сказать, где-то, может быть, через пять. Вот. И посмотрю, значит, что ты будешь говорить, какие песни будешь делать. Ты сам достать кем хочешь? Тевцом. Каким тевцом? Они разные бывают. Есть тевца, есть это самое, крикуны, есть шептуны, есть это самое, для меня другого назвать. Каким тевцом? Где песни, на каких подмозгах? Ну, в Олимпийском желательно, конечно. Какого образа песни? Различные. Это... В основном сатиру люблю. Сатирические песни. А, Китросяну там вроде просто. Это Китросяну, что ли? Ну, нет. Или куда? Моя любимая группа «Сатана печет блины». Чего-чего? Моя любимая группа «Сатана печет блины». Что за группа такая? Гитарная группа. Ясный, что сказал. Барн. А дой человек пять минут, что ты сказал? А у вас тараканы в школе? Тараканы в школе. Не у нас какой таракан. У вас какой таракан? У вас какой таракан? Вы заведуете в школе или я? У вас тараканы в школе, у вас тараканы в голове. Слышал, что у него тараканы в голове? Лучше тараканы в голове, чем в школе. Да. Это я со стопроцентной уверенностью вам говорю, потому что тараканы это переносчики заразы, а здесь учатся дети. Ты знаешь, что тараканы никакой заразы не переносят? Переносит. Не переносят тараканы. И не переносят таракан никакой заразы, какого не было. Пши переводят, переносят заразу, крышной тип, да. Проверьте информацию. Какой? В интернете, что ли? Можете и в интернете. А то я не знаю. Ладно, ладно, ты немножко увлекся. Прошу прощения, во-первых, учителя школьные берут даже, ну, показывают из интернета слайды, и ничего, нормально. А где у тебя школьные? Школьные учителя, ведущий урок, берут презентацию, допустим, из интернета, и могут показать ее на уроке. Например, какую презентацию? Например, презентацию, не знаю, по биологии, так, к примеру. Ну, это, так сказать, это не тараканы, наверное, там что-то? Ну да, не тараканы. Хорошая презентация, качественная. Ну, не могу, пожалуйста. Ну вот. Почему вы так плохо относитесь к интернету? Интернету? Да. Я к нему прокладно отношусь, не плохо, не хорошо, скажем так. Я к нему отношусь к нему ровно. Ровно. Он может, значит, при определенном качестве человека быть полезен, и при определенном качестве человека тоже может быть вреден. Он может на развитии, может, так сказать, это самое, на облегчение жизни человека, и может, значит, на ухудшение, на наглупление. Это зависит от того, какая спероприложение. Мы тут с бабушкой сидим. С бабушкой, что бабушкой. Ну ладно, вместо всего, какая фамилия-то? Веляков. Веляков, да? Интересный ты, Павелич. Да. Очень интересный. А? Очень интересный. Очень интересный. Я тебе хочу, хочешь, поэтому сейчас тут, конечно, бабушка не будет тебя ждать. Ну, да. Я просто хочу тебе дать совет. Вот твои вот эти самые, как говорится, рассуждения, не только, наверное, самое старое, ты же не мойся. Ну, да. Понимаешь, у тебя есть свой родитель. Поэтому... Я просто хочу тебе произвести речь, понимаешь, вот так, по жизни. Чтобы дальше тебе жизнь относилась посерьезнее. Я и серьезно отношусь. Хорошо. Ну, простите, а вам пришло какое-то сообщение, вот, из-за выше, где-то... Нет, ты никому не интересен. А, вы просто по собственному желанию решили? Ну, так просто поговорить. Вот я, ты вот третий по счету. Я разговаривал с ребятами, с двумя-то разговаривал. Просто поговорить, что вас вовлечет. Имею я право. Наличие коррупции туда нас ввлечет. Наличие коррупции. Ну, вот выйдя на улицу, крикнул, значит, давай коррупции. Мы так и делали. Ну, ходи, кричи. А ходить и кричать, это уже шествие. Меня за это штраф дадут. А тебе уже поспитку святили, да? Да. Ну, ладно, ты здоров. Давай. Стоять. Можно разбивать шокол, который понимает, если ты такой... Значит, это понятно, что ты понятнее, что ты говоришь. Ты на рекламке идешь или нет? Нет. Кламки. Иисус Христос. Ну, вообще, я вовлечу. Я вовлечу, 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 я вовлечу. Продолжение следует...